Я всех приветствую, Дмитрий Данилов. Речь пойдёт о Тхиане. Сегодня мне уже так даже повезло в чём-то, потому что и упоминалась Тхиана и в докладе Андрея Григорьевича Сафронова, и в только что доклад Анастасии про дзан-буддизм и про его корни, уходящие к этому термину. Я, как правило, все последние три года докладываю только на тему Тхианы, поэтому вы, наверное, уже можно было предсказать, о чём будет доклад. Но в отличие от моих предыдущих размышлений и результатов, сейчас уже диссертация защищена, и удалось уже после защиты несколько месяцев как-то отринуть, отрешиться, вынырнуть по-своему от такого занурения в эту тему. И это дало свои плюсы, удалось как-то со стороны посмотреть на всё то многообразие значений термина Тхиана в учении йоги. То есть если до этого это где-то около 50 уникальных определений Тхианы, во многих текстах, начиная от Панишаты, заканчивая хатхагическими текстами, то сейчас мне было интересно посмотреть на всё это многообразие. Моя задача диссертации была выявить трансформацию всех этих понятий, то есть какие значения были характерны для каждого периода развития индийской философии, как они трансформировались, возможно, ответить на вопрос, почему это происходило. А сейчас уже отойдя от хронологии, удалось выявить, скажем так, объединить все эти значения терминов, этого термина в определённые группы. И удалось выявить четыре таких группы значений, что, на мой взгляд, является таким достаточно большим шагом в осмыслении всего того материала, над которым я работаю. Вот, собственно, этот доклад будет посвящён этому, такому более уже метаконтекстному осмыслению этого материала. Ну и я попробую шаг за шагом пояснить ход моих размышлений. Ну и буквально, говоря о названии нашей конференции, нашего круглого стола, многообразней, богатомирней, серазноманитней сьюги, в этом смысле где-то мой доклад резонирует, название моего доклада, тема доклада резонирует с названием круглого стола, потому что действительно, ну и, в общем-то, все доклады, которые вот уже звучали, говорят о том, что йога очень многообразна, и многообразны те значения термины, которые используются в разных текстах, хотя используются одни и те же слова. Итак, ну я начну как бы сначала, представлю тексты, над которыми я работал, так, чтобы было тоже понятно, откуда, каковы истоки. Сам Терминдхиана впервые встречается в Упанишадах, и здесь я не расписывал, какие Упанишады были проанализированы, но, в общем-то, имеется в виду ведийский период. В Ригведе Терминдхиана не встречается, однако вот при работе с этим текстом удалось выявить, что там были упоминания самого корня Дхи, от которого образован Адхиана, и, в общем-то, как по мне, так многие идеи, вот такие, скажем так, идеи, которые потом, позже появляются в философии йоги, они уходят корнями в ведийский период, и многие идеи, которые, многие идеи уже там содержатся, то есть поэтому в этом смысле Ригведа такой неграниченный источник вдохновения для йогического учения. Отдельно, вот таким фрагментом стоят эпические периоды, и, в частности, текст Махабхараты. Я остановился только на тексте Пхагавадгиты и Макшадхармы, которые сегодня уже тоже звучали, ну, упоминались. Отдельно классический период йога-судры Патанжали, комментарии к ним в Ясу и Мишу, и средневековые тексты. В этом смысле, в самой диссертации я предложил, как таковой выяснилось, что, ну, не то чтобы выяснилось, как во многие исследователи йоги, а, как правило, опираются на уже существующие такие периодизацию, там, Радхакришнана или там Шохина. Но, как правило, эти периоды, которые выявляют эти исследователи, они не учитывают йогу в отдельности. И вот для йоги, мне кажется, очень важным было бы выявить хатха-йогический период как отдельный период, который приносит свои мысли, свои идеи, который является таким продуктом сочетания очень многого, что происходило на тот период в индийской философии, а именно сочетание тантры, сочетание классической йоги, сочетание, в какой-то мере, буддизма, причём, по большей мере, тибетского. И, собственно, это отдельный, очень интересный кусок, такой источник знаний, который даёт новое представление о йоге и во многом реформирует предыдущие представления, которые были в классический период, как минимум. Ну и к средневековым текстам были проанализированы Датраяйго Шастра, которая уже сегодня упоминалась, Аманаска йога, Ракшатта, Кайхайго Прадипика, как тоже некоторая такая, ну что ли, можно сказать, текст, который, ну как сегодня вот Андрей Сафронов упоминал, самадхи, да, в Хатха-йога Прадипике 12 определений самадхи, которые просто сведены в одну, так сказать, в одну шлоку, и всё это вот типа самадхи, хотя определения все разные. Вот Хатха-йога Прадипика, на мой взгляд, это такая вот крайняя точка, такой текст, где действительно вот всё, что мы знали про Тьяну, вот всё туда, так сказать, упаковано, объединено, то есть это такая глобальная попытка как-то объединить всё то знание, которое было до этого сгенерировано. Я сделал такую небольшую табличку, да, такую графику, как бы, чтобы показать хронологический аспект исследования. Это очень примерные даты потом, то есть я не стал усложнять, потому что, ну, там, даже Ригведа ведутся такие сложные дебаты по поводу датировки, да, но если так, или там, допустим, те же хатха-йогические тексты, это не конкретная точка, да, в истории, а, собственно, период как минимум 300 лет, от 12 до 15 века, там, те же йога-сутры, тоже даты гуляют, это 4-й, 5-й век, Махабхарата — это великая загадка, так сказать, состоящая, ну, по сути, датировка Махабхараты от 300-го века, от 300-го года до нашей эры, до 300-го, так сказать, нашей, в зависимости от того, какую главу вы разбираете, какую шлоку вы разбираете, как бы, то же самое касается у Панишат, в общем, ну, а так, чтобы, вот, ну, пытаясь обобщить и дать какое-то представление, вот, работа шла с текстами, которые датируют, ну, промежуток, интервал, в рамках которого, как бы, эти тексты были сгенерированы, это порядка 3-х тысяч лет, то есть такой достаточно большой разрыв. Далее, вот, анализируя все то значение, все эти значения уникальной тхьяны, которые были найдены в разных текстах, действительно, ну, можно сделать вывод, что понятие тхьяны неоднородно, да, то есть это не одно какое-то определение, и, скажем так, смотри, пункт такой-то, тхьяна — это, и, там, допустим, мы берём, там, третью главу йога-сутры, и, там, протяя, катаната, тхьянан, да, но всё гораздо сложнее, то есть, действительно, все те значения, которые есть у тхьяны, можно, на мой взгляд, объединить в четыре такие группы значений. Первая группа — это тхьяна как метод достижения чего-либо. Дальше я покажу примеры, чего достигнуть можно с помощью тхьяны. Вторая группа значений — это тхьяна как состояние сознания определённое. Третья группа — тхьяна как процесс, и тхьяна как отдельное комплексное учение, где иногда тхьяна противопоставляется йоге как таковой, то есть тхьяна может быть указана как некая практика, которая превосходит саму йогу. И это, наверное, вот, опять же, то, что выходит за рамки того же патанжали. Ну и теперь пройдёмся, собственно, по каждой группе. То есть, если мы возьмём группу, первый метод достижения, и здесь вот перечислены разные варианты того, чего можно достичь с помощью тхьяны. Как видите, здесь и мокша, и атман, и исцеление, и контроль эмоций, в общем-то, такие весомые, наверное, даже, можно сказать, фундаментальные основания всего не только учения йоги, но и вообще индийской философии. То есть, если мы возьмём мокша, то это один из таких краеугольных камней. Если мы возьмём атмана, ну, в общем-то, индийская философия немыслима без этого понятия. Исцеление, ну, наверное, скажем так, значимая категория вообще для существования. Но, допустим, если мы возьмём контроль эмоций, то, если вы помните, в Катхайупанишаде контроль эмоций, то есть йога определяется через контроль эмоций. Соответственно, если с помощью тхьяны можно достигнуть контроля эмоций, то тхьяна действительно является чем-то соразмерным самой йоги. Или ясности сознания, да, Читта Прасадана в йога-сутре. Уже упоминаемое единение сознания, саманхи, безвритивость. Тоже, вы помните, йога-сутра начинается с определения йоги как Читта Вритта Ниротха, да, то есть устранение врити. Поэтому, если мы с помощью тхьяны можем устранить врити, то, опять же, мы приходим к тому, что тхьяна — это практически и есть йога. В общем, более поздние тексты, в частности, хахагические тексты, там часто проскальзывает идея как-то о том, чтобы замотивировать практикующего заниматься, и там всегда достигни всего, чего ты хочешь. То есть вообще, да, как бы, и мокши, и атмана, то есть, ну, чего душа поживает, скажем так. Вот, поэтому вот здесь мы видим этот аспект, что тхьяна есть метод достижения многих важных аспектов в индийской философии. И несколько примеров. Первый пример — это по поводу Читта Прасадана, то есть ясности сознания, то есть это отрывок из Йога-сутры, где говорится о том, что благодаря тхьяне можно достичь ясности сознания, в общем-то. Второй пример — это пример из Багавадгиты. С помощью тхьяны можно увидеть в себе атмана. То есть, ну, как некоторый аргумент и иллюстрация того, о чем я говорил. Следующий аспект — это тхьяна, ну, следующая группа значений — это тхьяна как состояние, сознание определённое. И здесь есть, мне очень нравится, это шлока в Мокшатхарме, в Брахмакальпу, давным-давно, о Брахмане, во время встречи Брахмариши, Махатмы, Великий Духом, у них возникло сомнение о существовании мира. То есть, и они предались тхьяне. То есть, возникло это сомнение, и после которого они предались тхьяне, стояли молча и не двигались. На мой взгляд, мне очень нравится эта шлока, потому что, собственно, ну, можно сказать, что эта шлока в Мокшатхарме, по сути, можно её интерпретировать как такое начало философии индийской. Потому что у Махатмы возникло сомнение, и они начали его разрешать благодаря тхьяне, да, но они его не просто, тхьяна не как метод достижения какого-то знания здесь, а это некоторое состояние, в котором они предались. То есть, они как бы в него, что ли, вошли, предаваясь молчанию, недвижимые. И дальше там как бы повествуется о том, что они отказались от еды, и воздух пили, и, ну, в общем, тоже какая-то относка к пранаяме. Вот. В этом смысле вот такой замечательный пример. Далее. Второй отрывочек из Майтрю Панишады, где говорится о том, что на самом деле тот, кто знает, что атман, дыхание и солнце, значит, знает и того, и другого атмана, размышляет про атмана, приносит же это приношение атману, то есть находится как бы в этом состоянии атмана, в самом атмане и познавая атмана, это состояние подобное, это состояние размышления, да, то есть атмана, сосредоточенным умом, ну, там, значит, восхваляется знающим. То есть, опять же, мы приходим к тому, что это некоторое состояние, в котором человек пребывает, да, на длительное время как бы какое-то состояние размышления. Следующий аспект — это атмана как процесс. И упоминание атхьяны можно интерпретировать, как бы размышляя над контекстом, в котором упоминается атхьяна, можно сделать вывод о том, что атхьяна — это процесс познания, процесс религиозного поклонения, в Хагавадгите, допустим, в 12 главе, хотя в Хагавадгите есть пять упоминаний атхьяны, и там только одно из них, такое религиозное познавание, и там хактийское, хотя есть и другие, где как бы аспект сделан на когнитивном, акцент сделан на когнитивном аспекте, на познании. Это процесс визуализации, это больше, видите, тут Гаракшаштака упоминается, аманаска йога, то есть визуализации больше характерны для средневековой йоги, для хатхиогических текстов, в частности, текстов надхов. И глубокое всматривание в какие-то части тела, то есть когда мы концентрируемся на какой-то части тела, и у нас рождается какое-то новое знание, что тоже характерно для средневековой йоги. И несколько примеров. Как процесс познания, допустим, та же йога-сутра, Татра Пратья и Катана Татхьянам, однонаправленное познание объекта является тхьянам, и здесь, наверное, вам не очень видно, но это такой большой отрывочек из Гаракшашатаки, значит, от 78 по 85 шлуху, где говорится о том, что мы должны, концентрируясь на, допустим, такой-то чакре Сватхисхане, визуализировать там драгоценный рубин, или, там, концентрируясь на манипураке, заход солнца. То есть, ну вот, тхьяна ещё понимается таким образом. И последний аспект, на котором бы хотелось остановиться, это тхьяна как отдельное комплексное учение. То есть, в частности, в Мокшатхарме в Пагавадгите упоминается так называемая тхьяна-йога, то есть как отдельное учение. То есть, и в этих шлоках оно может никак не связываться, в общем-то, такой вот, то есть, тхьяна — это не часть йоги, как у Патанджали, один из этапов, а тхьяна как тхьяна-йога, то есть это отдельное учение, ну, и рассматривается таким образом. Либо сам кетас, когда троя-йога-шастри, это некоторое историческое учение. И я остановлюсь на вот этом примере из Мокшатхармы. Из всех йог наивысшей является тхьяна. То есть, вот точка паузы аплодисмента, то есть мы чётко расставили приоритеты, где тхьяна является йогическая практика, то есть как отдельная йога, скажем так, не частью йоги, а это отдельная йога, и это нечто высшее, чем все остальные йоги. Ну, что, на мой взгляд, тоже какой-то, опять же, если мы анализируем всё учение йоги, там, от первых упоминаний в Упанишадах и до средневековых текстов, то Мокшатхарма — это такой источник многообразия представлений о йоге как таковой. То есть очень много каких-то интересных, свежих идей, каких-то переосмыслений, упанишад, плюс сам такой эпический формат текста, да, сам такой эпический жанр, он предполагает наличие большого количества метафор, таких поэтических метафор, где-то элементов художественного текста, которые очень, с одной стороны, это ещё и не философия, но с другой стороны, ну, в частности, в диссертации я показываю, что все эти метафоры, все эти идеи являются основанием для дальнейшей концептуализации этих идей в йога-сутрах, классический период в философии йоги. Ну, и второй пример из Бхагавадгиты, где также тот, кто, значит, опанувал, да, язык, тело, разум и имеет за наивысшую тхианой ногу, тот, как бы, опирается на байрагию, тот достигает состояния брахма, да, тоже такой фрагмент. И теперь, подходя к концу, опять же, возвращаясь к этим четырём группам, которые я выявил, ну, во-первых, да, хотелось бы тут какие-то выводы сделать, но с одной стороны, вот то, что, собственно, я здесь презентую, это уже выводы, да, то есть, собственно, это такое, ну, очень сжатый и абстрактный, ну, скажем так, это выжимка из уже диссертации, мне очень жаль, что это, так сказать, не вовремя эта мысль у меня родилась, то есть, это не вошло, так сказать, в текст диссертации, вот, но тот факт, что где-то я дорефлексировал какие-то аспекты, которые писал, меня лично очень радует, вот, вот, и, по сути, эта выжимка, да, действительно уже является некоторым выводом из того исследования, которое было проделано. С другой стороны, я задумался вот о чём, то есть, если мы, ну, в общем-то, все те значения тхьяны, которые я анализировал, я анализировал только в сугубо йоговском контексте, то есть, там, где описывается йога, да, в этом дискурсе, даже если это Макшат Харма, которая пишет, ну, про всё, что угодно, на самом деле, да, я анализировал только те фрагменты, где описывается йога, то есть, тхьяна в йоге. Соответственно, это первое, а второе, ну, что такое тхьяна? То есть, этимологически тхьяна, это, по сути, мышление, да, то есть, тхи, коринь тхи, это, наиболее близкое, наверное, вот, по строению, это английское слово to think, да, тоже, тхэ, ай, там, как бы, то есть, и суффикс ана, это, по сути, thinking, да, то есть, думанье, так переводя на русский, да, то есть, вот, собственно, когда мы говорим о тхяди, мы говорим о мышлении, и смотря вот на вот эту уже выжимку, на тот вывод, который мне удалось вот сформулировать, можно пойти, ну, как бы, сделать еще шаг вперед и предположить, или даже, может быть, не предположить, а с большой степенью уверенности сказать, что, собственно, когда мы смотрим на эту выжимку, мы видим как раз представление о мышлении в учении йоги, то есть, оно именно состоит из вот этих аспектов. У меня все. Спасибо. Ну, в общем, я упоминал часто диссертацию, статьи можно найти, все выложенные и на русском, и на украинском, как правило, дублировал все статьи, на сайт Академии ДУК. Дуже дякую, мы закончили набагато ранее, я не знаю, я хочу перед вами, вибачите, что я вас, так бы, я вас терапию, так, может, так что у нас есть час, будь ласка, питание, доповедничею, можно вернуться до других наших коллег, прошу, коллеги. Что делать? Треба тогда ставить вопросы, возможно, другие таки наважатся, и также поставят не все, только внимательные слушатели. Ну, смотрите, цикавая ситуация возникает, вот, из вашей доповеди впливает, как и из доповедей пана Андрея, что вот, мы беремо понятие самадхи, беремо и они выявляются, что им властива така своевременно всеохотность. Семантичность. Да, да, с одного боку, действительно, вот, индийская думка аналитична, было знаменима про Ньяю, можно даже знаменимать еще сильнее, подсилить, про Навьяньяю, а с другого боку, вот такая вот синтетичность. И, если мы с позиции сегодняшнего дослежения, да, дослежника, будем подходити и сказать, ну вот, хиба это, ну, возможно, тогда Дхьяна как-то расчиняется, да, где же этот сухой залежок, власне, что же таке Дхьяна, або что же таке самадхи, что мы не не потрапим в ситуацию, что для нас вот эти тексти поступово втратят не лише какую-то сакральность, да, какую-то таемничесть, а они поступово непомитно для нас комиксы передворятся. Вот не вызывает, ну вот, вот, такие вот почуття, вот, відчуття у вас не выникали, небезпеки, чьи вот такой загрозы вы вообще? Нет, я абсолютно не чувствую никакой угрозы в этом, и, вот, как говорите, там, по поводу комиксов, то есть, на мой взгляд, как бы, как раз чем больше мы узнаем, тем больше, то есть, комикс это точно не превратится, потому что, чем больше мы узнаем, тем больше мы понимаем масштабы, так сказать, содеянного индийскими мыслителями. И, ну, здесь, наверное, вот, многим будет понятно по, на примере западной философии, если одни и те же понятия, ну, скажем так, на мой взгляд, мы, как-то даже те, кто занимаются индийской философией, я, иногда, мне кажется, мы недооцениваем масштаб того, что, чем является индийская культура, то есть, это действительно безбрежный океан идей, концептов и чем, ну, то есть, охватить его до конца, как бы, невозможно будет, наверное, никогда, как и любое настоящее знание. Другой момент, что, ну, или, скажем так, по поводу западной философии, то есть, чем больше мы изучаем западную философию, и мы видим на примере разных философов в западной философии, что одни и те же понятия меняли свое значение вместе, так сказать, с развитием западной мысли. И это нас не только не пугает, но мы тоже понимаем, насколько, как бы, много сказано, сделано, осмысленно, и насколько, как бы, велико то, скажем так, то наследие, которое оставляет нам западная философия. И чем больше, как бы, а западная философия гораздо лучше изучена, чем индийская. Поэтому, на мой взгляд, чем больше мы узнаем, чем, как бы, больше выявляем, тем больше возможности для нас открываются, и тем больше мы, наоборот, понимаем, насколько велико то, что то же самое, то же учение йоги или в целом индийская философия. Как раз вопрос пана Юрия очень коррелирует, я тут думал, на какую тему докладывать, и у меня, так сказать, была и другая мысль по поводу темы доклада, связанная как раз с вообще, как бы, проектом, как правильно читать индийскую философию, более такого, как бы, глобального масштаба. Дело в том, что индийская философия в намного большей степени, чем западная, хотя западная тоже, если взять того же Пьера Адо, там, духовное упражнение в античности, то есть западную философию во многом можно рассматривать как вышедшую из каких-то духовных упражнений, но в западе она вышла из духовных упражнений и пошла себе, так сказать, гулять, да, а в индийской традиции она к ним регулярно возвращалась, и в этом смысле, ну, скажем так, очень многие индийские концепции их нужно рассматривать внутри, особенно в йоге, естественно, внутри той практики, внутри которых оно зародилось. С другой стороны, в рамках индийской философии, как и внутри любой докторины, существует процесс, который, ну, в духе Вебера мы могли бы назвать рутинизацией, то есть какие-то практики, которые изначально приносили некоторые плоды, результаты и так далее, со временем замыливались религиозным восприятием, религия в моем семантическом поле это ругательство, как бы упрощалась, как бы утрачивала вот это, как бы изначальное свойство личного мистического опыта, формализовалась, как бы и тогда необходимо было внести новые, ну, как это, новое обновление, перезагрузка, да, иногда при этой перезагрузке некоторые термины, которые раньше звучали одним способом, начинали звучать другим, при том, что они сохранялись тем не менее в культуре и продолжали существовать в своем предыдущем виде. Например, тот же Атман, но ведь мы знаем, что, например, тот же Атман Упанишат, это он же Пуруша Самхи, да, и это он же Самбхава или там какой-нибудь Свайамбху в кашминском шиваизме каком-нибудь, да, и так далее, и Бхайрава, как бы и так далее, или Рудров, Упашупатов и так далее. То есть, по сути, речь-то придет примерно об одном и том же специфическом внутреннем опыте самосознания, но в разных традициях оно получало разное название, при том, что остальные слова тоже не исчезали. И, в общем-то, мы можем даже смотреть на некоторые обновления, то есть, например, концепция, вот, например, Дхармы, уровня времени до законов Ману, ведь Дхарма, она субстанционировалась. То есть, Дхарма, это был не путь духовный, по которому идет человек, и не закон, а это некоторая субстанция, которая притягивалась, когда человек живет, условно, Дхармично, и отваливалась, когда он живет Адхармично. Ну, закон Ману можно даже пару цитат подобрать, например, с собой. Но, если мы смотрим дальше, после времен Бхагаватки, Дхарма, это нечто другое. Это что-то более абстрактное, скажем, соответствующее жизненному пути человека и так далее. А вот то, что мы называли раньше Дхармой, теперь оно стало Пунья-Пунья, Дхарма-Дхарма. Как бы проходит новое обновление, допустим, джайнские какие-то, и то, что раньше называлось Пунья-Пунья, у джайнов начинают называться, допустим, Асровы, как бы и так далее. То есть притоки, корень Сртеч, понятно, как бы у нас сохранился, и так далее. То есть притоки, ну, как бы негативные, как мы сказали бы сейчас в таком Нью-Эйджевском ключе, негативные кармы. Ну, хотя, конечно, с индийской точки зрения это жутковато. Но, тем не менее, вот за счет вот этих вот как бы регулярных обновлений в связи с, ну, необходимостью обновить саму практику, чтобы вот как бы замыленные слова заменить более свежими, вот мне кажется, так и происходит обновление. А учитывая все-таки древность, вот правильно сказал пан Дмитрий культуры, ну, извините меня, как минимум три тысячи лет непрерывной традиции. То есть все-таки европейская традиция, но она обновлялась, ну, античная философия изучается отдельно, а потом, смотришь с патристой, с холастой и так далее, вот как своего рода такая как бы взбодрение очень сильное, где-то обрезание идет, да, и так далее. А в индийской традиции таких резких рывков не было, как бы оно накапливалось, ну, и плюс индийская ментальность, тенденция копить, она как бы у них очень бросается в глаза, так что тут, в общем, да. Ну, по сути, вот с учетом вот этого контекста, который я сказал, мне кажется, я дал какие-то дополнительные объяснения. Я тут тоже позволю себе уточняющий вопрос задать, Дмитрий. Вы упомянули, что в средние века появляются егические практики, связанные там с концентрацией на частях тела, и так далее, и так далее. Мне просто это интересно, в рамках этой проблематик, которой я занимаюсь, о каком времени примерно идет речь? 12-15 век. 12-15 век, то есть это, ага. Ну, скажем так, мне... Где, где, Южная Индия, Северная Индия? Это как раз Северная Индия, и, я так понимаю, это вы говорите о связях с уфизмом. О связях, да, как раз появляющаяся Муракова, Зигархальбе, практика, которая примерно в то же время, как бы... Дело в том, что я совсем чуть-чуть об этом начал писать в диссертации, но, в общем-то, тема другая. У меня вот даже была идея написать... То есть есть записки разных йогов, которые описывают свои дебаты и встречи на каких-то святых местах с суфиями. И где этот контакт, он прямой. То есть, и, как правило, этот контакт, это не такая... Это не брахманы, это не какая-то высокая каста, а это, скажем так, простолюдины, которые уже в этот момент тантра набирают такие серьезные обороты. И, собственно, тантры занимаются... Мог заниматься любой человек. И вот эти контакты между этими, как бы, такими духовными подвижниками индийскими, то есть, трудно... Они себя называют йогами, но это такая смесь тантры, йоги, вот всего того, что в этот момент происходило на севере. И, собственно, с суфиями. И о них называют... 14 века контакты, да, и диспуты ведутся и на более высоком уровне, то есть при дворах, так сказать, даже не только в Индии, в Трансаксании, то есть в Тюркских государствах. И вот этот период, он как раз 12-15, причем 12 век, он как-то бросается в глаза, потому что... То есть с 12 века? С 12 века. То есть ранее, еще до датрийского саблонатора? Да. Бросается в глаза то, что это такие... Вот если мы возьмем датри-йога-шастру, монастская йога, то есть это очень такие радикальные высказывания, которые, ну, скажем так, ну, допустим, высказывания о том, что это может практиковать любой касты человек, любой религии, там и так далее, да? То есть если до этого... Ну, мы не видим такого, то есть... Скажем так... То есть универсализм. Мы сразу, да, подразумеваем в классических текстах, что это внутри традиции. А в этот период ставится ребром вопрос о том, что может любой заниматься, причем и бедный, и богатый, и больной там и так далее. То есть этот универсализм, он как бы... Спасибо, он был очень интересен. Я бы добавил еще один момент. Вероятнее всего, вот эти вот концентрации дыхания которые в юге называются там дришки, там... тантры, сустины, как бы и так далее. Скорее всего, они действительно заимствованы из тантры в хатха-йогу. В тантре была такая практика ньяс. Ни-аса. Ас вбрасывать, а ни внутрь. То есть это практика впускания в себя разных божеств, рассаживания их по разным частям тела. Собственно, откуда идея взялась, что в чатре какие-то божества, да? По сути, это такая деградированная идея вот этих самых ньяс. И это период, наверное, где-то вот в тантре это было вроде восьмого века. Ну, другой вопрос, мы могли бы найти этому какое-то еще более раннее подкрепление, вот тема Авэши, паладеовская, как бы и так далее, то есть опять же, вхождение. Но как разработанный вариант это восьмой век, который потом хатха-йога немножко упростила, как бы, как бы, переживала на свой релак, то, что все стало, концентрация энергии сознания, как сейчас говорят, и так далее. То есть изначально оно такое природное. То есть, а в этом смысле корни еще древнее, то есть, это анголоска какого-то шаманика, то есть, все-таки шаманизм в дедушках всех психопрактик. Так, у нас еще есть почти десять моктады, Юрий, пожалуйста. Обернуйтесь и подумайте, как у нас все выникло, потому что, как на меня, это такая уникальная ситуация, я ввел себе текст, как раз, я думаю, с гатха-йога предъявил, которую большинство знакомых читали, и вот там, если я правильно понял, почу, у нас есть значение самахи. Ну, там не совсем вызначить, он просто делает такое жесткое заявление, что вот это, это, это суть эко-вачакаха, то есть, это одно и то же, точнее, дословно, высказывание об одном. Разумеем, разумеем. И вот, скажем, чи мы можем что-то подобное зустрит в европейской думке, чтобы нам надали второй группу самахи, это одно из ключевых понятий, что мы говорим про данный упадок, про юм. чтобы, скажем, какой-то авторитетный текст, где, да, вот, что-то подобное мы могли бы встретить. Я вот сходу не могу назвать, хотя не исключено, что они есть. Тогда, если кто-то вот, сгадает, было бы добре назвать. И, с глядом на это, вот, как на меня, вот, в том, в том, ваше присвячение самадхи и ваше присвячение тхяне, как раз демонстують, что, если, что до самадхи, вот, таке разумение спрессована в окремо взятом тексте, наводится, навиг, то, что до тхяни, воно вот також мае место, хотя растягнуто в часе. Но, если мы простежим вот тот корпус текстов, который пан Митро озвучил, то мы увидим такую вот поливаріантность тхяни, что, ну вот, а где же тхяна? Власне, что же такое тхяна? Вона начебто деме, я понимаю, но это сухий залишок, который бы мы могли вынести там в Британику, как, да, в словниковую статью тхяна, это, оно вот кудись, вот, вникает. Да, и правильно. Да, так вот, я, вот, как бы, загостлюю увагу, да, вот, что, как на мене, это довольно цікавий, такие вот феномены, які у нас были услучены, чтобы, можливо, якщо у когось есть мякувание, их еще вот додати, якщо нет, то вот просто, как бы, собі зафіксувати и, можливо, помякувати, чтоб знайти щось подібно ще десь, чи мы маємо, чи ні. Давайте прокомментирую, почему в европейской думке это в таком варианте невозможно. Дело в том, что европейское, вообще, мироощущение и научное, философское, и любое другое, оно радикально отличается от индийского мироощущения. И вовсе дело не в мистичности, как бы, и так далее, мистичности хватает всем, как бы, и так далее. Дело в ощущении времени. То есть, для нас, как для европейцев, ну, если взять мою субличность, как европейского ученого, я воспринимаю, как, вот, был предыдущий пласт знаний, который, стоя на плечах великих, дальше видно, на который ты залез, как говорится, отверг это, сказал, ребята, а мы знаем лучше, как бы, и сформулировал свою позицию. Потом кто-то залез на тебя и сказал то же самое. То есть, для нас познание – это ступеньки. И каждая следующая ступенька, ну, мы говорим, не, ну, античная философия, конечно, хорошо, они молодцы, там, гениальные, молодцы, ну, как бы, так далее. Но, будем честны, ну, что они знали про физический мир, да, как бы, ни черта не знали про физический мир, да, как бы, да, и про весь остальной тоже. Индийское восприятие изначально другое. То есть, вот, ну, мне его озвучивали, по сути, индийские пандиты, поэтому я так уверенно говорю. То есть, идея состоится. В ведах, в принципе, все было. Но веды сложные. Их поймешь. Как бы, как бы, великие риши их понимали, потом риши измельчали, как бы, и те, которые еще, так сказать, не совсем измельчали, чтобы остальные хоть что-то поняли, написали у панишады. У панишадах понятнее. Как бы, какое-то время люди еще понимали у панишад, но знания они длиннее. То есть, ну, как бы, все-таки веды, ну, будем честны, они, это не так много, ну, вот столько текста, да, и все. У панишады, это уже вот столько текста. Как бы, потом, как говорится, и у панишады стали не алло, дописали сутры. Как бы, сутр много, они дифференцированы, это по панья, это по йоге, это там, еще почему-то, и так далее. Сутры стали тоже не очень непонятны. Написали шастры, которые, ну, теперь подробно. К шастрам написали вивараны, вистары, то есть, подробное расширение к виваранам, для нас на бронепоезде уже весь этот свод текстов, а индийская культура была, многие думают, что она не песучая была, она очень песучая. То есть, сейчас известно, но по каталогам, порядка 10 миллионов рукописей. Но это много, как бы, учитывая, что они, это все рукописи, имеется в виду, как бы, текстов, которые относятся, ну, скажем, раньше, чем 300 лет назад, да. То есть, я не знаю, есть ли столько греческих рукописей сейчас, как бы. То есть, поэтому, а почему так? Ну, но в принципе, если вдуматься, они все комментируют то, что там есть. Это так думают индусы. Даже когда появляется какой-то новый комментарий, вот сегодня будет по комментаторской традиции, как бы, доклад и так далее, изначально все считают, что комментаторы, да, как бы, они комментируют то, что было. И даже, я не помню, кого русскоязычного читал по поводу Шанкары, и вот человек пишет, что, ну, конечно, те мысли, к которым пришел Шанкар, это единственно возможные выводы, которые могли вывести, например, из Упанишад, которые он трактует. Но будем честны, нет. Как бы, это один из вариантов. Но Шанкар не сказал, я это написал, он сказал, я это прокомментировал. То есть, и в этой связи, поскольку мы, вот в этом традиции, мы постоянно разворачиваем то жерно, помните, это как Кадха Упанишад, это дерево Ашватхи, Уртхвамулам, Адха Шанкхам, то есть, то, которое корнями вверх, то есть, оно растет из абсолюта, вот сюда, да, и оно все растет, и растет, и растет, как бы, и так далее, да, как бы, но ничего выкидывать при этом не приходится. А у нас мы, как бы, старые ступеньки выбрасываем, и поэтому вот эти все, ну, как бы, отработанные определения, ну, грубо говоря, если мы возьмем, не знаю, философский словарь, то, наверное, определения интенции никто же не будет говорить. Вот по Пьеру Абеляру интенция это то-то, да, как бы, а потом, как бы, это исправили так-то, а сейчас мы считаем так. Нет, это тут последнее. Вот что-то Пьеру Абеляру сказал, как говорится, ну, сказал он, как говорится, сложно на латыни, как бы, ну, его нафиг скажем по-своему, да, вот скорее так.